Унуна 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 что эта девушка лгала. И в дом войдя, она сказала, «Ты бы Тиаму помогла, ведь брат с рыбалки возвратился, а он прекрасный рыболов, но вот в дороге притомился, ты у него возьми улов». Невеста Типи осмотрела, «Ну где находится Тиам?» Уж к выходу шагнуть хотела, да рыба шлепнулась к ногам. И тут Унуна вдруг смекнула, что стала явной ложь ее. И Степи быстро ускользнула, закрыв рукой лицо свое. «Ну и пускай, не очень надо. Подумаешь, какой пустяк. С таким, глядишь, не будет слада, ведь он напыщенный дурак. Найду вождя себе, шамана. Зачем мне невидимка муж? Он, может, хуже и стукана, и неприятен словно уж». Вот так, все жениха ругая, Унуна к Типи подошла. А в этот миг сестра другая к Тиаму свататься пошла. Масуси долго сомневалась, а стоит ли судьбу пытать. Потом бедняжка не решалась у входа колусит позвать. «Пойдем, — ей девушка сказала, — мой брат сейчас на берегу». За ней Масуси побежала, шепча под нос себе, «Смогу». Но у нее не получилось с Тиама облик различить. Тогда Масуси притворилась, чтоб жениха заполучить. Она с улыбкой сообщила, что видит брата колусит. Но та проверить все уж решила, а вдруг неправду говорит. «Была попытка не напрасна, ты видишь брата моего. Но видишь ли его так ясно, чтобы ответить, из чего? Вон тот ремень, — она спросила». Масуси за ее спиной косу от страха теребила. «Из веток Ивы молодой», — она не смело прошептала. «Обидно, это тоже лжет». А вслух ей девушка сказала, «Ты видишь, к нам тям идет. Он заготовил древесины, пирогу нашу починил, да только в речке Макасины он очень сильно намочил. А ты теперь, его невеста, разуться брату, помоги!» И тронулась Масуси с места. Но тут послышались шаги, и Макасины вдруг упали к ее трясущимся ногам. «А лжи моей они узнали, пропало все, прощайте, ам!» Масуси густо покраснела, но почему сейчас не ночь? И только под ноги глядела, поспешно убегая прочь. Ашигия с тоской взирала на лица грустные сестер. Масуси целый день рыдала, в конце концов потух костер. Ну а унуна погрустила совсем немного, а потом кувшины в дребезги разбила, вокруг устроила погром и долго в ярости металась. Досталось всем. Ашигияс угомонить ее пыталась среди осколков новых вас. Потом ей это надоело, и степи девушка ушла. Побыть одной она хотела и лишь в лесу покой нашла. Среди огромных старых грабов журчал таинственно ручей. Ему порою вторил слабо притихший ветер меж ветвей. Свою развесив паутинку, трудился серый паучок. В траве последнюю росинку слезал блестящий язычок. Потом скользнул на ствол березы, рисуя праздничный узор. Ашигияс утерла слезы, забыв на время про сестер, присела у воды журчащей в тени раскинистой сосны, внимая звуком пестрой чаще, вдыхая аромат весны. Здесь в гуще листьев изумрудных на тонких нежных стебельках так много притаилось чудных, воздушных, словно птицы взмах, цветочков ландыша душистых, таких изысканно простых. Здесь стайки рыбок серебристых резвятся в водах голубых, а рядом белочка на ветке лукаво глазками блестит, своей задумчивой соседке. Она как будто говорит, «Ты что, сестренка, приуныла? Кругом весна, любовь, цветы! Не важно, что с тобою было, здесь все открыты и просты, здесь нет заносчивых и грубых, здесь все прекрасно, все равны. Ну что же ты надула губы среди этих прелестей весны?» Ашигияс ей улыбнулась, «Как хорошо в лесу одной!» К травинкам нежно прикоснулась, цветы погладила рукой, буткней бесшумно подлетела и тихо села на ладонь. Коровка Божья посмотрела, как бы прося, «Меня не тронь!» Совсем немного посидела, потом опять взметнулась ввысь, и долго девушка глядела туда, где облака несли. Внезапно рядом услыхала приятный тихий голосок. «Ашигияс!» торопела, не зная, что сказать в ответ. «Иди, иди!» Вода пропела. «Спасибо, речка, за совет!» С волнением девушка сказала. «А может быть, она права?» Ашигияс потом признала, обдумав вещие слова. «Да только в чем же я отправлюсь? Ведь нет нарядов у меня! И как Тиаму я понравлюсь, такая вот при свете дня, в потертом платье слишком старом, чтобы вообще его носить!» Каким же ей прибегнуть чаром, чтоб облик свой преобразить и изменить весь вид уставшей? Решила, платье надо сшить, «Но где достать ей мягкой замши? Где украшения раздобыть?» И тут березы увидала. «Вот из чего наряд сошью!» Она с берез упавших стала снимать кору. Ее к ручью она сначала относила, потом упрямые листы с трудом огромным раскроила. И, наконец, из бересты полотна бережно прошила травинкой прочной она. На миг о трудностях забыла, надежд несбыточных полна. Потом изделие оглядела внимательно Ашигеяс, и, наконец, она надела свое творение в первый раз. Немного в чаще побродила, в нем неудобно, но и пусть, и отражение изучила. Из глаз ее исчезла грусть при виде белого наряда. Такого в мире больше нет, Ашигеяс осталась рада. Пусть нет ни бисера, ни лент, она украсила цветами творение скромное свое. Потом пригладила руками, косички только у нее, поправить их не получилось. Торчали волосы опять. Тогда Ашигеяс решилась все волосы в пучок собрать. Прическу эту необычной она в конце концов нашла. И вот в одежде непривычной в селение девушка вошла. Одежда при ходьбе шуршала, как листья осенью шумят, а прядь волос смотреть мешала, все время затрудняя взгляд. Сестру Масусе увидала. Что за одежда у тебя? Она на платье указала. Ашигеяс, спреди в себя, куда направилась ты в этом? К тем, счастье попытать, не медлит девушка с ответом. Сестра не знает, что сказать, потом неловко добавляет. Ашигеяс слепа, как крот, а старшая перебивает. Масусе пусть она идет, через минуту возвратится. Кому в отметинах нужна? Кто вздумает на ней жениться? У нас уродина она. Ашигеяс держала слезы, смогла обиду превозмочь, и в платье из коры березы ушла невозмутимо прочь. Со всех сторон смеялись люди и лаяли собаки вслед. Что, Маниту, со мною будет? Принесу ли этот бред? Шептала девушка устала, горели щеки от стыда, но все равно вперед шагала, смотря задумчиво туда, где кроны вязов колыхались, и вид был гордый у нее. Но вот уж позади остались все соплеменники ее.